Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Несмотря на все попытки еврокомиссаров воздействовать на Пекин и оторвать его от партнерства с Москвой, отношения между двумя странами сложно назвать партнерскими. Однако они постоянно ищут новые точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря усилию этих государств получается реализовывать проекты, способствующие нивелированию ущерба, которые пытаются нанести страны Запада при помощи санкций. Одним из важнейших результатов можно назвать изменение статуса Архангельской области, которая теперь может стать крупным международным логистическим хабом. Здесь будут принимать грузы из Китая и других азиатских стран для дальнейшей переправки их в европейские страны. В связи с созданием нового хаба опять проиграл Евросоюз и Казахстан, который все больше проявляет лояльность к нему. Реализация проекта позволит ускорить доставку грузов из Китая и при этом миновать Казахстан. Европе нужны китайские товары ровно так же, как и товары из других азиатских стран. Польские перевозчики теперь не помогут, а попытки воздействовать ан Китай не увенчались, да и не могут увенчаться успехом, так как у Запада нет серьезных рычевов давления на эту страну. Трассан-12 раньше строилась до Екатеринбурга, но недавно решили, что магистраль будет тянуться до самой китайской границы. Несмотря на то, что протяженность маршрута, как и затраты на него увеличится, в перспективе он себя окупит. Кроме того, новый торгово-экономический центр реально создать в рамках транспортного коридора Север-Юг, через который Россия получит прямой доступ к Ирану, Индии, странам Азии и Ближнего Востока. Коридор станет одним из ключевых элементов проекта «Один пояс – один путь». Другими словами, сотрудничество Китая и России продолжает оказываться перспективным, а реализация новых проектов позволяет получить преимущество как самим странам-инициаторам, так и зарубежным партнерам. Новые маршруты должны будут пройти через территорию Киргизии, Туркмении и Узбекистана. А вот казахи останутся не у дел. На одном из форумов попал на чье-то сообщение и долго смеялся «Мы молились на этот проект, а они нас кинули». Да, серьезно? Ну простите. Из-за активной политики Казахстана принято решение исключить страну из проекта, так как Такаев не заботится о выполнении обязательств по транзиту фуры, постоянно задерживают на границе. На регулярной основе возникают бюрократические проволочки. Это напрямую вредит экономике России, так как нарушаются контракты, происходит порча продуктов питания. Новые маршруты позволят китайским компаниям получать гарантии российским перевозчикам, прибыль и обходить страну, которая то и дело посматривает на Запада и чинит всякие неудобства для нас с вами. Астане не получилось усидеть на двух стульях и теперь стране придется смириться с тем, что они будут исключены из крупного межнационального проекта. Вот только дела до этого уже никому нет. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Нелеко приходится обычному европейцу, когда с прилавков пропадает вкуснейший и годами жадно потребляемый товар из морей нашей необъятной. А ведь они к нему так привыкли, так полюбили. В общем, 20 тысяч санкций дают о себе знать. В конце 2022 года они запретили импорт российской рыбы. Сначала под запрет попали ментай, лосось, треска, крабы и далее по списку. А в 2023 году под запрет начали попадать и продукты переработки. Конец 2023 и начало 2024 года они хоть как-то выезжали на остатках, особенно в категориях продуктов долгого хранения консервы, заморозка и так далее. И вот в середине этого года вкусные российские продукты закончились и вход пошли дорогие китайские, индийские, турецкие и американские. Цены вверх, а прибыль вниз. Но это еще не самое плохое, что ожидало европейцев, британцев и американцев. Американская в хитеер Сиафаот – один из крупнейших игроков на рынке на грани банкротства. В Британии вдвое выросла традиционная закуска фишент чипс, а в Германии готовятся к увольнениям тысячи сотрудников. Немецкий рынок значительно зависит от рыбы из России. «Мы не можем обойтись без сайды и трески», – пояснил директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штефен Майер. Наши отечественные рыбопромышленники в РП, кстати, предупреждали немцев и англосаксов, но те не послушали. Буквально через полгода Marine Fishing International, а также вышеупомянутая американская фиетер Сиафаот, столкнулись с банкротством. Почему? Потому что выкупали российскую рыбу и поставляли в Европу и Англию. Теперь поставлять в таких объемах не могут, а издержки возросли. Наши пошли еще дальше и разорвали соглашение с Британией о вылове рыбы в нашей акватории. Британцы назвали это рыбной вой против Лондона. Немцы тоже очнулись и заявляют, «Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Под увольнение могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы полностью потерять нашу отрасль». На самом деле проблема не в том, что нет рыбы, она-то как раз есть. Просто теперь ее везут из Норвегии, Китая, США, Индонезии и Турции. Но она дороже. Поэтому рыбная отрасль той же Германии становится нерентабельной. Раньше-то хорошо было, купил у России рыбы, привез, обработал на своих комбинатах и на прилавке. Дебет с кредитом сходились на ура, а европейцы хлопали в ладоши, ой, какая у нас дешевая вкусная еда. А теперь затраты на логистику, сырье, рост выплат рабочим и электроэнергию делают невыгодными содержание своих заводов. Понятно, что за год отрасль не рухнет, поэтому Штифен Майер и говорит про три года. Немцы хотели и рыбку съесть и на известное место запрыгнуть. В конечном итоге запрыгнули, но без рыбы. Ну что ж, бывает. Теперь не обижайтесь. В сети набирает популярность ролик, когда вывезла своего поляка в русский магазин, а он рот раскрыл, на котором поляк ходит по российскому супермаркету вместе со своим ребенком и снимает ролик. Здесь на прилавках много рыбы, и она очень дешево стоит. Затем показывает холодильники с рыбехой и искренне удивляется. Судя по контексту, этот поляк женат на русской и у них общий ребенок, а в магазин они пошли перед началом учебного года. Вот он ходит и снимает. После рыбы они пошли в отдел со сладостями. Посмотри, сколько здесь конфет. Сколько здесь конфет. Если кто-то съест столько конфет, то запросто может получить сахарный дебет. Как же так получается, что все западные компании-монстры в нефтяной и газовой сферах, которые снабжали нас новейшими технологиями в добыче и переработке, ушли из России, отказались поставлять нам новое оборудование. Разорвали контракты на обслуживание действующих заводов, прекратили все инвестиции, заморозили рабочие и строящиеся проекты и так далее. А мы не только не умерли, но и увеличили поступление в казну от нефтегазового сектора. Чудеса на виражах. Да, шок. Это по-нашему. Запад реально в шоке. Все их расчеты на быструю разорванной в клочья экономикой и принуждение нас к сдаче на мировой арене на их условиях показали, что с аналитикой у коллиции Запада вообще беда. Мозги, дело такое, обычно их не видно, но, когда не хватает, очень заметно. После развала СССР западные кураторы постарались полностью починить своим интересам весь энергетический сектор России. Распил ресурсной базы шел нагло с циничной ухмылкой и с похлопыванием по спинке. Составлялись долгосрочные контракты, которые мы подписывали с одним желанием – выжить. Было не до жиру. Для разработки месторождений нефти и газа создавались предприятия с долевым участием и подписывались соглашения о разделе продукции. По условиям этих соглашений участникам предоставлялось право покупать получаемое сырье практически по себестоимости. Кроме того, добываемые углеводороды не облагались никакими акцизами. Это был прямой и бессовестный грабеж наших ресурсов и нашей казны. Владимир Путин в течение 20 лет по крупицам забрал каждый участок нефтегазовых месторождений, выдавливал западные компании из энергетического сектора, всеми силами разрывал соглашения о разделе продукции. И все становилось очередным подарком для бюджета, где денег становилось все больше и больше. И вот наступила благословенная эра санкций ЕС. Эпоха 30-летнего воровства наших ресурсов и высасывания денег из российской экономики неожиданно для ЕС подошла к своему завершению. Наши политики и бизнесмены воспользовались ошибкой Запада и с нескрываемой радостью экспроприировали экспроприаторов. Начиная с 2022 года одна за другой компанией сливали свой бизнес в России и уходили, как ежики в туман. Впереди планеты всей, очень ожидаемо, стали крупнейшие корпорации. В марте 2023 года свернула все проекты и прекратила инвестиции британская Бритиш Петролиум. Она была главным партнером Роснефти на протяжении 10 лет. Но политика выше экономики, поэтому Бритиш Петролиум смыла сразу. В Роснефти они владели 19-75%. В других проектах Бритиш Петролиум владела 49% в геологоразведочном совместном предприятии Ермак Нефтегаз и газовом проекте Харампур Нефтегаз, а также 20% в ТААС Юрях, которая разрабатывала среднебатуабинское месторождение. Все пришлось продать. Продажа шла в торопях и с огромными финансовыми потерями. Беспрецедентное давление британского правительства на Бритиш Петролиум привело к серьезному ущербу и снижению конкурентоспособности.